Всем привет! Опасность подстерегает нас везде, где бы мы ни находились. Дома, на прогулке, по дороге в магазин. Особенно страшно ходить в темное время суток. Постоянно кажется, что кто-то за вами крадется, правда? Но если среди вас есть такие, кого дома ждет собака, мы уверены, вы не боитесь абсолютно ничего. Надежный друг способен защитить вас в любой ситуации, будь то нападение или кража ценных вещей из дома. Ну если это не какая-нибудь маленькая карманная собачка, конечно. Какая же порода собак тогда является лучшим защитником, спросите вы. В этом видео мы расскажем как раз об этом. Итак, это 10 лучших пород собак, которые смогут защитить вас. Поехали! Бульмастив. Согласитесь, одно только название этой породы уже внушает собой страх. Но не бойтесь, они очень быстро привыкают к своей семье и кругу людей, которым они доверяют. Собаки по своей натуре ласковые и спокойные. Но вместе с тем они очень храбрые и всегда защищают своего хозяина. Обычный ответ Бульмастива на угрожающую ситуацию – это физически остановить опасность. Но если это не срабатывает, то собака обязательно поймает злоумышленника, собьет его с ног и будет удерживать его до того, пока не получит команду отпустить беднягу. Но эта собака может защитить только человека. К вашим личным вещам она равнодушна. Так что, как охранники дома, собаки этой породы не всегда являются хорошим выбором. Китайский шарпей. Те, кому хоть раз попадались на глаза щенки шарпея, вряд ли забудут увиденное. Они похожи на любимые мягкие игрушки из детства. Так их хочется потискать. Но стоп! Перед тем, как покупать шарпея, подумайте, для чего вам вообще нужна собака. Шарпеи идеальны для тех, кто хочет завести отличного сторожа. Шарпеи хоть и ласковы с членами своей семьи, но в то же время очень недоверчивы и внимательны. Такая порода очень агрессивна к собакам других пород. На прогулке она будет присматриваться ко всем своим собратьям, а также к людям, проходящим мимо хозяина. Шарпеи, по своей сути, не дворовые собаки. Выращиваются они в квартире, так что им не составит труда защитить в случае чего не только вас, но и вашу собственность. Тибетский мастиф. А это достаточно редкая собака. Мало кому посчастливилось видеть ее вживую. Тибетский мастиф умен и обладает сильным чувством собственного достоинства, так что к нему нужно относиться как к равному, а не как к домашнему животному. Тибетские мастифы очень терпимы по отношению к детям в своей семье. Что бы вы там с собакой ни творили, эти питомцы отлично подходят для охраны вас и вашего дома. Вы бы сказали даже слишком. Если вы очень общительный человек и у вас часто бывают гости, возможно, эта порода не для вас, поскольку тибетский мастиф может попытаться ограничить число людей, которым разрешено находиться в вашем доме. Стандартный шнауцер. Эти собаки с любовью относятся к семье, стараясь стать полноценными ее членами. Они быстро усваивают новые навыки, их легко дрессировать. Всегда подчиняются командам хозяина и достаточно общительны с незнакомыми людьми и другими собаками. Редко проявляют агрессию. Но также эти собаки обладают развитым интеллектом, так что запросто различают, кто друг для своего хозяина, а кто не очень. Поэтому шнауцеры – хорошие охранники и защитники. Так что если вы хотите совместить в одной собаке надежного друга и бесстрашного защитника, митель-шнауцер для вас будет отличным выбором. Большая пиренейская собака. Посмотрите, ну как можно не влюбиться с первого взгляда в эту красоту. Это роскошная белая красавица со всеми признаками благородства и смелости, отличными физическими качествами и великолепным характером. Известна порода тем, что отлично справляется с охраной жилья и одновременно является примерным домашним любимцем. Правда, городская квартира для нее покажется местом заточения, просторный двор для нее – лучшее место содержания. Находясь на воле, собака становится озорной и веселой. Так что если вы живете за городом и у вас нет питомца, эта собака точно для вас. Большая швейцарская горная собака. Эта большая, крепкая, уверенная в себе собака очень любит выполнять различного рода работу. Она может пасти скот, возить телегу и разнообразные тяжелые грузы, да что угодно. Также собаки участвуют в испытаниях, ходят в походы и занимаются альпинизмом со своими хозяевами. Представители этой породы являются социальными собаками, которые любят общаться с людьми. Правда, обучая этих собак, необходимо проявлять терпение, потому что они могут усвоить знания за несколько недель, а то и за несколько месяцев. Но после того, как ваша собака начнет понимать, что такое хорошо, а что такое плохо, вы точно не пожалеете о потраченном времени. Анатолийская овчарка. Эта крупная и сильная собака с великолепным зрением и слухом создана для защиты скота от нападений хищников. Очень-очень важно, чтобы анатолийская овчарка получила хорошее воспитание и понимала, что является угрозой, а что нет. Она не будет ждать приказов хозяина, а начнет действовать сама, если ситуация того потребует. Территория, которую эти овчарки охраняют, должна быть обязательно обнесена забором, чтобы свободолюбивая собака не сбежала. Кстати, будьте готовы к тому, что питомец будет испытывать вас на прочность, так как эта порода является доминирующей. Так что поаккуратнее с воспитанием. Деберман пинчур. Это энергичная порода, которая настороженно относится к другим собакам. Бесстрашие делает его превосходным сторожевым псом. По своей натуре доберман не злой, послушный. Он терпим к своим хозяевам, предан им. Доберман имеет репутацию агрессивной и злой собаки, но не слушайте, это всего лишь стереотип. Обычно доберман нападает только если чувствует явную угрозу для своей семьи. По статистике собаки этой породы нападают на людей гораздо реже некоторых сторожевых пород. Кане Корсо. Согласитесь, внешность этой собачки внушает уважение и даже робость. Осторожно, крепость тела вместе с серьезным выражением морды могут вызвать подкашивание ног. Постороннему человеку вряд ли придет в голову мысль пристать Кане Корсо с сюсюканьем или попытаться его приласкать. Одно из главных качеств характера собаки – это четкое разделение всех окружающих его людей и животных на своих и чужих. Темперамент у собаки уравновешенной, но если она чувствует вторжение в свои границы, то не на шутку свирепеет и может действовать по собственной инициативе, остановив нарушителя даже без команды хозяина. Немецкая овчарка. Эта собака – преданный друг с устойчивой психикой. О ее характере на самом деле можно говорить долго и только хорошее. Прыгай на заднее сидение. Быстро. Живо. У чистокровных немцев отрицательные черты характера полностью отсутствуют, что делает эту собаку уникальной и незаменимой. Это благородные животные, для которых цель жизни – служба во благо хозяину. Эти умники способны самостоятельно реагировать на ситуацию и чувствовать опасность. Иными словами, если вам угрожают недоброжелатели, то собака этой породы не будет ждать, когда вы ее позовете. Она сама среагирует и защитит вас. Прикольные гаджеты, технологии будущего, удивительные изобретения и другие крутые фишки, связанные с техникой, на канале Техзон. Подписывайся, не пожалеешь. Ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская – твое настроение.